Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстон, и мы продолжаем играть в Ласткрафт. Итак, ребята, у нас сегодня на очереди, как я и обещал, вот где остановился, там и остановился. Из Вегаса нам надо добраться. Кстати, тут же по-разному топливо требуется, а по сути это один и тот же регион. Поэтому поедем до города, сюда нам ближе всего. Так, ребята, вот мы здесь. У нас тут целая когорта, да, квестов в этом регионе. Наградное оружие вот у нас сейчас отслеживается. Так, а где оно? Оно даже не показывает. Он нам... А-а-а-а! Я-то думал, ну, оно на аванпосту, но я думал, что на этом аванпосту, а это вот туда куда-то далеко надо, на какой-то совсем другой аванпост бежать, это задание выполнять. Ладно, тогда мы это сделаем позже. А сейчас, тогда что у нас тут еще из заданий есть? Шеф-нож, вот, давайте, помните это, который повар воткнул нож в какого-то зомби и там его и забыл. Надо пойти найти его нож в зомбаке. Пойдемте сейчас этим займемся. У меня такое ощущение, что для этого нам надо просто убить десяток другой зомби. И в одном из них будет этот самый нож. Вот видите, мне кажется, нам просто показывают на ближайшего зомби, да? Так, ну что, поехали. Зомби, привет. Тыщ, тыщ, не подходи ко мне, зомби морда. Так, эй, эй, достань, давай, добей. Отлично. Кажется, это он. Слушайте, это было даже совсем не сложно. Просто с первого же зомби. Слушайте, а что тут собака недобитая? Мне кажется, собака недобитая. Блин, она захилилась. Хотел сказать, что мне показалось, что собака недобитая, потому что она сама кого-то добила. Так, ладно. Если с собакой мы разобрались, смотри, там заправочка работает 24 на 7. Что у нас тут еще есть среди заданий? Биоматериал. Так, это фишки. Найти выживших. Вот, давайте найти выживших. Будем это отслеживать. Это у нас тоже же, да, где-то здесь? Пускай стрелка укажет нам, куда нам идти. Вон, смотрите. А, пухлик. Слушайте, я не знаю, что это за пухлик. Но я не хочу с ним связываться. Он слишком пухлый для меня. Я не люблю таких толстых. Парень убегает от собаки. Парень, ты от нее не убежишь. Я уже пробовал. Они слишком быстро бегают. Хотя, рано или поздно, она может просто устать. Но почему бы тебе просто не остановиться и не накидать ей? Молодец. А, вот там еще к тебе городской зомби решил пристать. Ладно. Короче, разбирайся со своими проблемами сам. Дальше каждый сам за себя. А я пойду по своим делам. Знаете, как тут в игре говорится? У тебя свои дела, у меня свои дела. А, как? У меня свои дела, у тебя свои дела. Увидимся позже. Ну, типа того. А, вот они говорят. У меня свои дела, у тебя свои дела. А, у тебя свои дела, у меня тоже. Увидимся позже. Вот так они говорят. О, вы видели, что это было? Это, по-моему, биоматериал для моего квеста. Эй, погоди. А он что, его не взял? Он, его некуда засунуть. Так, засунь его себе. Сказал бы мне кто-нибудь. Так, ну а мне-то куда его засунуть? Что-то выкинуть надо. Могу аптечку. Могу яблоко. В принципе, от одного яблока, знаете, мне толку сейчас не будет. Вот. Это, я так понимаю, биоматериал, да? Да, вот, один из десяти. Надо таких набрать побольше. Ну, я думаю, мы сейчас здесь зомбарецких поубиваем. Тыщ, 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 тыщ. Живущие зомби. Их бьешь, им еще это. Одного, как бы это, патрона не хватает. Хотя, может быть, я один патрон промазал. Вот, один промазал точно сейчас. Так, знаете что? Я сейчас здесь еще соберу всю железную руду, потому что железная руда, это круто. Так, ладно, вот я добыл все, что здесь было в этом карьере. И мы готовы двигаться дальше. Нам надо каких-то выживших найти. Такая небольшая была у нас остановочка на дозаправку ресурсами. Здесь зомби, вы не хотите мне дать биоматериал? Или там надо в каждом регионе какого-нибудь разные типа зомби убивать? Ну, типа там городских, здесь, да, какие-то доберзомби. Как это вообще работает? Или просто надо несколько зомби убить, из кого-нибудь да выпадет этот биоматериал? Ладно, мы пока что не отслеживаем. Задание на биоматериал мы будем отслеживать позже. А сейчас мы просто идем искать... Вот он, да, выживший. Сэм. И у него какой-то есть еще пушок. Эй, Сэм. Привет, радистка из нашего поселения поймала твой сигнал СОС. Да, я посылал сигнал. Зомби из города постоянно нападают на мое убежище. Но с этим я до сих пор справлялся. Проблема в другом. Но для начала ответь, ты здесь, чтобы помочь мне? Или чтобы убить меня? Чтобы помочь, я не убиваю людей из-за наживы. Надеюсь, что так. Погоди. Кажется, моему псу очень плохо. Я... Так, погоди, я не дочитал. Что он там? Он переживает, да, по-моему, за него. Бетти приняла сигнал. Чем сможешь... Помоги, чем сможешь... И пригласи в поселение. Окей. Чем я могу помочь твоему псу? Ветеринара вызывали? Ну, давай знакомиться. Меня зовут Сэм. В прошлой жизни я работал на оружейном заводе. Потом все рухнуло, и я... А сел здесь, со своим псом, пушком. А теперь мой пес при смерти от укусов мертвецов. Нам нужно в безопасное место. Думаю, что тебе найдется подходящее занятие в нашем поселении. У нас есть мастерская, где ты мог бы работать. И главное, там безопасно. Рад это слышать. Но мой пес в очень плохом состоянии. Он не переживет дороги. Сможешь сходить в ветеринарную лавку в городе и принести аптечку с лекарствами. Так, дадут печеньки. Блин, мне эти печеньки некуда будет девать. Вот самая проблема даже. Знаете, оставили бы они эти печеньки себе, но нет. Я же знаю, как это работает. Они скажут, чувак, тебе нужно освободить свой инвентарь, чтобы выполнить этот квест. Ну ладно, пойдемте за аптечкой. Нам сейчас еще и аптечку надо будет куда-то засунуть. Эй, городской зомби, посмотри на меня. На самом деле, если не мазать, то на него ровно шесть патронов и уходят на этого зомбаря. Ну и с пистолета. Что здесь, руда, кстати, не народилась? Народилась маленько. Сейчас новая появится. На самом деле, если вот сюда периодически вот на этот карьер наведываться за рудой, то проблем с металлическими слитками у вас не будет. Тут, в принципе, в игре, как я понял, проблема только с одним ресурсом. Это, блин, ну, с одним, по крайней мере, пока что. Это этот, кожа. Потому что для кожи надо кучу монстров убить. Ну просто кожа выпадает с монстров. Еще есть такая проблема, что если монстры ниже тебя по уровню, то есть поначалу было легко, да, то есть можно было убивать там каких-нибудь простеньких зомби, там второго, третьего уровня, бандитов, и с них падала эта самая кожа. То сейчас я заметил, что мне уже со слабых монстров, ну, там типа, знаете, вот всякие там третьего уровня монстры, мне с них вообще ничего не падает, потому что я уже большого уровня, девятого, кстати. Вот. Еще с утра был восьмого уровня. Ну, ладно, разговор не об этом. Мне раньше не падало ничего с монстров третьего уровня, с монстров четвертого уровня что-то падало. Это на восьмом уровне было. Сейчас я девятого уровня, и скорее всего мне уже и с монстров четвертого уровня ничего падать не будет. То есть, получается, я попадаю в такую ситуацию, что мне, чтобы что-то заработать, надо обязательно бить монстров высокого уровня. А ведь монстров высокого уровня просто так бить трудно. Тут надо либо оружие, да, наверное, там, либо броню крафтить, она будет портиться. Ну, короче, как-то стало тяжелее жить. О, смотрите, здесь еще ресурсы есть такие прямо в глубинке. Их сразу и не видать. Ну-ка, давайте-ка раскопаем. Может, там еще что-нибудь найдем? Да, смотрите, я даже не знал. Я думал, здесь просто так. А здесь, смотрите, здесь и так-то, если покопаться под землей, здесь гораздо больше ресурсов. Здесь прямо такой подкоп можно сделать. Так, ладно, руду я выкопал, и где-то здесь, судя по стрелке, где-то здесь, да? Да, где-то здесь должна быть аптечка. Ладно, давайте... А, вот она, нет? Да. Единственное, что мне ее некуда взять. Но знаете, что я подумал? Я тут кирку почти поломал. Я могу ее убрать, вместо нее положить что-нибудь, допустим, бинты сюда, и вот у нас одно место освободилось. Как раз для этой аптечки. Эй, Сэм, нет проблем. Ты достал аптечку. Спасибо тебе огромное. Тут есть все, что нужно, чтобы вылечить моего друга. Осталось немного подождать. Так, ветеринарная аптечка. Места не хватает, чтобы получить награду. Так, ну что, 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 что? Что нам выкинуть? Вот главное, по идее, квест я выполню, и сразу место освободится, потому что эта аптечка пропадет из моего рюкзака. Завершаем задание. Что еще скажешь? Подарок для пушка. Пушок достаточно окреп, чтобы отправиться в твое поселение. Так что мы готовы. Только скажи, куда нам идти? Тебе нужно идти на юг. Я покажу место на карте. Главу поселения зовут Рик. Скажи ему, что ты от меня. Отлично. Тогда мы отправимся в твое убежище прямо сейчас. Но у меня есть еще одна просьба. Пушок очень любит играть и постоянно убегает от меня. Может, достанешь моему псу ошейник, чтобы он не потерялся? Я видел ошейники у некоторых доберзомби. Им они, наверное, уже не нужны. Ага. Окей, я понял. Надо сейчас будет пойти, я так понимаю, и настрелять десяток-другой этих доберзомби. Ну или, я не знаю, может, одного хватит. Скорее всего, шанс выпадения там какой-то есть. Вон я вижу зомби. Прошу прощения, доберзомби. Добрый зомби, как я их называю. Не-не-не, карту мы не покидаем. Здесь, кстати, пластик. Пластик я собираю, он у меня как-то обычно быстро улетает. Часто зачем-то кому-то нужен. Так, доберзомби. Отлично. Ошейник буквально... Блин. Буквально сразу у нас нету места для вашего ошейника. Что нам на этот раз выкинуть? А, у нас слишком много пластика организовалось. Все, один стак есть, второй набивать не будем. Мне, в принципе, удобно, что не надо там что-то бегать, убивать сотни доберзомби. Просто одного и сразу ошейник есть. Эй, погодите. Подождите, подождите. Разве Сэм не здесь стоит со своим... Эй. Ребята, а где... Куда делся Сэм? Я по... Погодите, он что? Поговорить... Смотрите. Он типа это... Он типа в моем убежище, что ли, Сэм? И здесь я теперь ему не могу ошейник дать, да? Я понял. Ладно. Тогда давайте попробуем другое задание сделать здесь. У нас вот есть задание... Биоматериал собрать. И, судя по всему, он просто указывает на зомби, да? На ближайшего зомби. Ну, давайте попробуем. Просто я заметил, что с большинства зомби этот биоматериал мне не падал. Может быть, там маленькие шансы выпадения? Но, судя по всему, надо просто бить зомби. Пока не повезет. Смотри, вот сейчас... Пойдемте туда, куда стрелка показывает. Вот на этого зомби она вообще мне не показывает. Зато она показывает мне... Куда ты мне показываешь? Ее вообще болтает от стороны в сторону. Смотрите, она как будто хочет, чтобы я сквозь землю провалился здесь. Зомби военный. Смотрите, что только нету. Знаете, в чем проблема зомби военного? В том, что на нем еще броня есть. Вот она. Зато с него биомасса выпала. Окей. Кстати, на этой вышке давайте глянем, что здесь. Здесь так, ящики всякие, бочки, пластик, металлолом. Как у нас с металлоломом? Ну, можно. Можно еще 17 штучек металлолома набить. Так, большое спасибо. Едем дальше. Здесь, похоже, военная база, которую захватили зомби. Ну, ладно. Я так понимаю, с зомби военных у меня самый большой, наверное, сейчас шанс выбить эту биомассу. Попробуем. Эй, ты что, даже не хочешь стрелять? Типа шлокбаум мешается. О, смотрите, а это что такое? Это какая-то одежда. Это типа пояс. Наверное, продвинутый пояс, но я думаю, не лучше моего. Если бы вот у меня не было никакого, то тогда можно было бы. Я еще решил от адреналина избавиться, просто чтобы освободить одну ячейку в инвентаре, поэтому буду сейчас вместо всяких бинтов, аптечек лечиться адреналином. Смотри, с этих зомби военных неплохо довольно-таки падает одежда. Причем эта одежда, ну, такая, я думаю, лучше, чем там в начальных городах. То есть такая более-менее нормальная какая-то одежда. Вон, смотри, там зомби сидит за техникой, следит. Это нельзя, да, ломать? И это нельзя ломать. Конечно, вы знаете, адреналин очень хорошая вещь, когда надо прямо во время боя полечиться. Ну, и я сейчас постараюсь перейти, ну, как бы, использовать все эти дешевые адреналинчики и уже потом, может быть, накрафтить себе более крутого адреналина. Посмотрим еще, что там на крафт идет. Скорее всего, он не такой уж, чтобы и дешевый. Кстати, патроны почти закончились. Без патронов будет тяжко биться. Ну, помните, я в прошлой серии говорил, что я, как бы, хочу потратить все патроны от пистолета, потому что я уже хочу себе скрафтить автомат. Причем автомат, это даже у нас сюжетное задание, скрафтить автомат. Просто мне все было раньше жалко, ну, как-то до вала патронов от пистолета вроде было. И, как бы, ну, думаю, надо сначала их потратить все, а потом уже с автоматом бегать. Вот мы, в принципе, уже почти все и потратили. Так, отлично. Можно еще одно место освободить в рюкзаке. Можно, кстати, даже два места освободить. Печеньки съедаем. На панель что мы выложим? На панель мы выложим, выложим, выложим. А тут, в принципе, без разницы, что выкладывать. Ну, воду пока что просто переместим. С едой у нас проблемы, ребят, в игре начинаются. Знаете почему? Потому что... Ну, я даже не знаю. Потому что яблоки с деревьев плохо бьются, печеньки восстанавливают мало еды, а мясо, вот я большинство монстров, которых бью... Ой-ой-ой. Блин. Ребята у нас начались вообще сложные трудности. Знаете, в чем дело? У нас сломалось наше военное орудие. Наше очень крутое военное орудие. Не-не-не, не-не-не. Не надо уходить за карту. Оно поломалось. И обиться с этими зомби, ну, я не знаю, там какой-нибудь нож скрафтить, это будет... Сколько стоит починить? Пять монет. Получи монеты за рекламу. Я за пять монет, наверное, я починю, потому что собирать ресурсы, наверное, сложнее будет. Полностью чинит? Полностью чинит. Ну, знаете, такое орудие можно починить за пять монет. Какой-нибудь нож простой чинить за пять монет было бы глупостью. А вот эту вещь можно. И еще, знаете что? У меня в почте, скорее всего, есть патроны. Я не уверен, но, возможно, есть. У меня, кстати, есть мясо, я вижу. Есть хорошие аптечки в почте. Но нет, патронов нету. Патронов для пистолета уже совсем нету, поэтому можно пистолет вообще выкидывать. Ну, или как бы оставить его на будущее. Там все равно эти патроны кое-где они выпадают. Можно их собирать. Как тяжко с этим зомби биться. Но мы собрали зато последний биоматериал нам нужный. И можем отсюда отчаливать. Вообще, что у нас еще получается по квестам осталось? Это у нас с младшим научным сотрудником. То есть, в Вегас возвращаться. Поговорить с Сэмом. Это нам возвращаться, я так понимаю, теперь уже к нам на базу. Он там стоит. Поговорить с поваром. Повар, повар у нас... Но вот здесь у нас заданий не осталось. Вот прямо в этом. А вот, еще одно задание есть. Здесь, в этом регионе. Это нам надо на дамбу отправиться. Так, ладно, давайте тогда до дамбы отправимся. 8 секунд всего лишь у нас пути. Недолго. И я понял, что эти три локации не одно и то же. Потому что город, оказывается, город это город. А дамба это дамба. Там из города в дамбу не прибежишь. Может быть... Эй, вы что тут накопали? Ребята, смотри, что они устроили. Ты появляешься и не можешь выбраться. И они, похоже, НПС. Эй, Джон, они Джона закопали. Взаимовыгодное сотрудничество. Новые лица в наших краях. Приятно, но будь осторожней, в окрестностях дамбы много плохих парней. Ты Джон? Шериф сказал, что у тебя есть информация про людей из бункера. И еще нашему новому поселению нужно топливо. Твой анклав может нам с этим помочь? Твой анклав может нам с этим помочь? Воу-воу, притормози. Собери свои мысли в кучу и поговорим, когда ты перестанешь тараторить. Окей. Задание раз выполнено. Давайте брать задание два. Революция на дамбе, в дамбе. У меня есть инфа о ваших людях и топлива. Но еще у меня есть проблемы. Старый пройдоха шериф не сказал, что я деловой человек. Так вот, я бизнесмен, а не альтруист. Помоги мне решить мои трудности, а я помогу тебе. Ох, как часто я это слышу. Насколько большие у тебя трудности и чем я могу помочь? Революция! Когда главой на дамбе был я, все было нормально. Но теперь сюда заявились бандиты и я вынужден скрываться здесь. Так что для начала ты можешь разобраться с проблемой под названием кучка ублюдочных бандитов на дамбе. Джона. А там поговорим. Ага. Ё-моё. Они хотят, чтобы я 10 бандитов убил. Ребята, знаете, такие дела, что убить-то 10 бандитов это, конечно, можно. Но есть одна проблема. Знаете, какая проблема это называется отсутствие тяжелого вооружения. То есть, ну, давайте, конечно, сходим, посмотрим. Но я, насколько помню, я видел этих бандитов на дамбе. А проблема этих бандитов, что они бьют на расстоянии из огнестрельного оружия. И довольно-таки так неплохо. Они, по-моему, вообще эти бандиты такого же уровня, как он 10. И это наш бандит, да? От морозок. Вон еще один на вышке. Сможно, конечно, попробовать так подобраться к нему, попробовать с ближнего оружия. Но вот тот может нас задеть. Так, давайте вот так, 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 как-нибудь. Переходим в ближний бой. Мне кажется, в ближнем бою я больше могу им надамажить. Так, что-нибудь надо выкинуть, наверное, нет? Но все равно у меня что-то есть, что вот стрелы. Нафиг. Там что-то, по-моему, было. Нет, это пакеты для воды, вообще ерунда, не очень нужная. Но здоровье, сказать, ребята, мне надо, по сути, чуть ли не лечиться перед каждым боем с этими ребятами. Потому что, ну вот, как сейчас, вот столько здоровья плюс броня, я, если честно, не уверен, что хватит, чтобы выжить. Но я сейчас попробую. Сейчас, тем более, там вон головорез послаб же, да, девятого уровня, не десятого. Сейчас попробуем с ним справиться. Эй, зайдем через окно. Да е-мое. Он мне уже настрелял, а я ему еще даже ни разу не ударил. Это плохое начало боя. Сейчас восстановлю броню, где он там вообще? Вот он бегает. А я за угол. Да, их можно так разводить на самом деле. Отлично. Можно, но самое неприятное, что они на домах стоят. То есть, туда я с ближним, с оружием ближнего боя так легко не заберусь. Хотя можно что-нибудь попробовать, придумать? Опа, а я тут спрятался. Ты видишь меня? Я тебя вижу. Опа, опа. Пока ты тут прыгаешь, пока ты летишь, мы тебя в полете еще снимаем. Не, нормально. Можно вполне с этими ребятами биться. Смотри, с них еще падают патроны для дробаша, да? Где там еще один вертухай на вышке? Сейчас мы попробуем его снять. Он там как раз был отвлечен на кого-то. Так, мы попробуем ему со спины сейчас зайти. В принципе, даже без, ну, с неполным здоровьем нормально справляемся. Сейчас попробую. Давай-ка. Как мы тебя будем? Можно вообще в наглую. Парень, ты где-то там, да, был? Так. Парень, как бы так, ну, давай. Блин, у меня топор. Погодите. Топор уничтожить. Окей. Топор скрафтить. Окей. Кто там стреляется? Не по мне? Ё-моё, по мне кто-то стреляется. Так. Я могу сейчас ему подкоп сделать. Мы его спустили с небес на землю, но это было опасно. Сколько у меня таких бандитов? 10 штук, надо их, ребята, уничтожить. Ну, ничего страшного, я тут в их домике перекантуюсь какое-то время. Тут, кстати, и аптечки есть. Отморозок. Наверное, лучше этих бить, не отморозков 10 уровня, а все-таки как их, отморозков 9 уровня, не помню, как их зовут. Еще одна аптечка. Так, что выкинем? Вот мне вот этот один пакетик я лучше выкину, зато возьму хорошую аптечку. Взял, да? Да, спасибо. Отморозок. Другая проблема, знаете, что у меня броня по чуть-чуть ломается, 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 а скрафтить полный набор брони это было не так просто. Я запарился эти материалы собирать. Смотрите, он там какого-то игрока бил, а тот вообще стоял просто и получал. Эй, игрок, ты что, с ума сошел? Вон опять этот, который по крыше ползает. Давай, давай, давай. Подойди сюда, чуть-чуть маленько. Эй, ты нас видишь вообще? Парень. Он вообще, он даже на нас не обращает внимания. То есть мы типа... Да е-мое, все, кажется, обратил. Ты не мог бы сюда спуститься, а мы тут поговорим, как мужчина с мужчиной. Смотрите, что с него падает. Брус, ребята. Эль Брус. Давайте что-нибудь выкинем. Вот один патрон. Зато возьмем вот эту ерунду. Так, у нас проблема с питанием, ребята. А вот проблема с питанием, я даже, если честно, так, на почту давайте поглядим. У нас на почте, ребята, ну есть маленькая. Есть пять галеток. Так, есть пять галеток. Ладно, окей, тогда, тогда что? Тогда вот эту аптечку используем, чтобы освободить место. Но, блин, ребята, я чувствую, что у меня все чаще, меня вот сейчас прямо настигает проблема с пищей. Раньше я как-то там пошел, побил скорпионов, хлоп, куча мяса. Сейчас я пойду, побью скорпионов, мне с них даже мясо падать не будет, потому что они слишком низкие для меня по уровню. А, это он из-за воды вообще. Это они из-за еды. Вот с водой проблем нету. А вот с едой пироги, вот, конечно, хорошо, но, во-первых, их очень мало в рюкзак помещается, вот это первая проблема. А вторая проблема. Смотрите, что это, это крутая вода, да, кажется? Слушайте, эти парни прикольные, с них прикольные вещи падают. Давайте сейчас броню восстановим, еще вон того в доме убьем. Нам надо еще троих. Давай подходи ближе, я тебе из-за стены, из-за стены их самое прикольное, бить, пока они тебя не видят. Эй, эй, стой, не стреляй. На самом деле, вот этот брусок, который я взял, он мне не нужен. Но знаете, почему не нужен? Потому что он один. Если там он куда-то будет нужен для чего-то, их надо будет много, их надо будет крафтить отдельно, а не так таскать по одному место занимать. Так, ну что, сколько нам осталось? Одного бандита, вон, головорез девятого уровня. Пойдемте это, в наглую, в упор с ним драться. А пока я к нему бежал, он мне так неплохо накидал. То есть к ним лучше все-таки как-то стараться вот по-самурайски, да, подкрасться, осторожно, ударить. Но справились и слава богу, можем отсюда отчаливать зомби-ползун уже десятого уровня. Видел я зомби-ползунов второго уровня, знаете, там, в начальных локациях, но десятого уровня это неприятно. Так, где там наш Джонни? Наша стрелка с ума сходит. Она нам то в одну сторону показывает, то в другую. Я помню, что он где-то, по-моему, вот здесь. Вот он. Зачем вы его закопали, ребята? Откопайте нашего бедного Джонни. Вот он. Эй, Джонни, давай поговорим. Браво! Теперь я точно могу тебе доверять. Не то, что раньше. Трижды мне пытались прострелить башку такие помощники, типа тебя. Ладно, как будешь готов к следующему заданию, приходи ко мне. Что значит, как будешь готов? А ты мне что-нибудь в ответ? Нет? Опасные игрушки. Мы пустили кровь этим ублюдкам, что захватили мою дамбу. Теперь будем действовать на опереждение. В тайнике, в трубах дамбы я спрятал динамит. Постой, ты все еще не дал мне никакой информации о родных. Всему свое время. Сейчас вернемся к динамиту. О нем знаю не только я, но и крысы из тех, что переметнулись на сторону бандитов. Если не забрать динамит сейчас, то бандиты с его помощью взорвут к чертям всю плотину. Смекаешь, как это хреново? Вперед, верни мой динамит. Пять штук динамита хотят, чтобы я, блин, ребята, нашел. И, кажется, тут опять кто-то. Видите, они тут бегают, что-то копают. Зачем копают, ребята? Займитесь делом. Идите, найдите динамит. Смотрите, какой чувак. 14 уровня. Смотрите, какое у него железная полнометаллическая броня, какое-то крутое оружие. Как будто это труба с катаной совмещенной, что-то в этом роде. Но нам не до этого. Нам надо идти искать динамит. И, знаете, мне кажется, что, может быть, динамит мне сейчас искать не стоит. В том плане, что, во-первых, проблемы с едой скоро будут. То есть, надо их как-то уже сейчас бежать решать. Ну, там мясо сходить домой приготовить, может быть, знаете. Ну, там, что, у меня там сейчас есть пара галет. Ну, и все. А потом, что? Ложиться и помирать с голоду? Это, как бы, первый вопрос. Второй вопрос. Возможно, там будет довольно-таки сложно. Вот, да, вот в этом месте, куда мы идем. Где динамит. Но мы сейчас так посмотрим мельком, что там вообще такое. Может быть, туда не стоит суваться сейчас. Может быть, стоит взять себе, скрафтить это оружие. Автомат. А уже потом с автоматом туда идти. Сейчас попробую обойти этих зомби, чтобы с ними не драться. Вот тут еще есть зомби-ползуны 10 уровня. Все это крайне неприятно. Они хотят, чтобы я туда, да, забрался. Ну, я, конечно, могу как-нибудь здесь проковыркнуться. Типа там сверху. Но там же внутри тоже пойдет что-нибудь страшное, опасное. Кажется, он меня зомби учуял. Блин, зомби, отвали. Блин, он все равно приполз. Тут какое-то задание, что-то горит, нет? А, ежедневная борьба с бандитами. Бандиты в пустыне. Поговорить с зале. Ага, окей. Мы поговорим, но об этом позже. Эй, прочная труба. О, я даже ее поломать не успел. Она чинится быстрее, чем я ее ломаю. А с оружием могу ломать? Могу, но тоже как-то долго. Ладно, давайте просто, блин, как бы нам. Вон, я кажется, вижу динамит. Надо как-то только забраться. Так, а если мы попробуем через стену? Здесь уже, видите, здесь уже не труба. Труба плохо ломается, вот эта. А стена, мне кажется, довольно быстро. Эй, ну ты что, не можешь забраться, что ли, туда? Что тебе мешается? Может, потолок? Вот, да, точно. Так, три штуки динамита. А, блин, рюкзак. Да е-мое, зомби. Воскрес. Зомби, да когда ты умрешь? Убей его, убей, ты его убьешь вообще? Ё-моё. Да что такое, этот зомби? Слушайте, я кажется, понял, этот зомби, наверное, был, типа, как почти под полом, но он меня, типа, как-то бил, а я по нему, типа, не доставал через пол. Я думаю, скорее всего, проблема была в этом. И динамита, те три штучки, я не смог взять, потому что у меня, типа, инвентарь был забит. Вот это полено надо выкинуть. Так, ну вот, ребята, я пришел сюда на дамбу, только я решил в наглое подкопаться вот так вот, сверху вниз. Хотя там зомби ползун, опять туда подползает, в это неприятное место. Вот, смотрите, опа, забрать все. И сейчас мы прокопаемся сразу отсюда туда, в эту, в соседнюю. Можно даже, наверное, отсюда нажать, да, забрать все, не обязательно ломать. Отлично. И мы можем по рации сказать, опасные игрушки. Ты справился? Да, я справился. Окей, награду можно забрать на расстояние. Но мне же все равно, наверное, надо подойти к Джону, чтобы взять у него какое-то еще задание. Или, или уже нет. Ну, давайте я все равно сейчас к нему сбегаю, посмотрю, что он скажет. Так, ну что-то он скажет. Вот он, вот он сидит под землей, тут что-то хочет мне сказать. Только его надо сначала откопать. Под прикрытием. Да, а, мой ангел-хранитель, есть дело. Когда начались проблемы с дамбой, я отправил своих доверенных парней присоединиться к бандитам, собирать кое-какую информацию. Короче, один из моих парней находится на втором этаже в здании пожарной части, а второй в башне на самой плотине. Стоп, сначала информация. Информация за дамбу, так что сначала реши мою проблему, а потом твою. Тебе нужно сообщить моим парням, что скоро придет время устроить диверсию. Диверсии, о которых мы договаривались. Как сделаешь это, возвращайся за награды. Ха, ну неплохая, кстати, награда. Ой, погодите. Прикольно. Вы видели, куда меня вынесло? Я даже знаю, почему. Потому что я же сидел под землей, и, судя по всему, земля затянулась. И поэтому меня портануло. Ну, недалеко, но портануло так, как бы, ощутимо. Хорошо, что я успел задание взять. Так, ладно. Они хотят, чтобы мы там делом занялись. И знаете, что я еще подумал? Да, вот может быть и правда, вот как бы, я сейчас я скрафтил вот эту кожаную броню, и я думал, что когда она поломается, мне надо будет ее заново крафтить. А это, типа, много геморроя. Но нет, ее проще вот именно такую броню, проще за монетки починить. Это там всякое фуфло, ну, типа, вы знаете, вот такого. Проще его заново скрафтить, чем, ну, как бы, чем монетки тратить на его восстановление. Но более крутую броню крафтить сложно, поэтому проще ее потом уже за монетки восстанавливать. И надо бы будет скрафтить себе металлический костюм. Так, ну, знаете что, ребятки, я думаю, это, конечно, будет очень дорого скрафтить себе новую броню. Смотрите, что здесь надо. Здесь давала, чего надо. Да, это очень дорогая броня. Но, правда, есть еще дороже варианты. И раз уж речь зашла о крафте, я же девятый уровень недавно получил, я, наверное, могу скрафтить какое-то новое здание, нет? На десятом, так, а, нет, новые здания появятся на десятом уровне, но зато сразу раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь штук. А, не то, что новые здания, тут просто многие старые, уже старые здания можно будет прокачать. Но, знаете что, ребятки, этим мы займемся уже в следующей серии. И, наверное, вот эту миссию с бандитами тоже будем заниматься в следующем выпуске. Я, там, как бы, хотя бы домой вернусь, скину вещи всякие, с едой надо проблему решить, да и хорошо бы скрафтить, наверное, себе автомат уже вместо этого пистолета. Но обо всем об этом уже в следующих сериях, а у меня на этом все. До новых встреч, друзья!